здорово смирный с вами как всегда бессмертный алекс данный и я нашел ролик обзор playstation 5 pro давайте посмотрим ребята ровно пять дней как ко мне приехала долгожданная playstation 5 pro которую мы с вами на канале распаковали пока если честно я не понимаю на хрена sony вообще создала playstation 5 pro но по сущности в этом поколении на на хрен не нужно лучше бы эти деньги они бы потратили на playstation 6 чтобы сделать ее лучше блин и прочая херня я не знаю или у них просто падает спрос на playstation 5 и поэтому они подумали сделаем новую модель типа более мощно будем продавать даже xbox в такой бред не влез то есть ланок когда был playstation 4 pro это было одноразовая херня потому что тогда был переход от обычные разрешения но на 4к но сейчас зачем блин у моего это бред полный нету никакого смысла вообще playstation 5 pro сказали вам ее я все это время ее тестировал и можно преждевременно сделать вывод в начале этого ролика такого скама я на себе не ощущал на самом деле давненько а я шо говорил на хрен она не нужно видим на нахрен не нужно просто какой-то ревизай конечно до релиза playstation 5 pro меня смущало абсолютно все начиная конечно же от цены заканчивая вот этими сравнениями даже официальными от playstation где марк церни нам сначала рассказывал о том как больно игрокам делать вот этот выбор между производительностью и графикой показывал сравнение новой консоли сначала нос в чем разница если честно я не вижу фасте потом по spider-man и речите и кланки где делался двадцатикратные зумы показывались какие-то более прорисов но здесь да типа стекло выглядит получше но блин только ради ебучего стекла покупать playstation 5 pro это же бред полный ованы и листики это вызывало мягко говоря вопросы вопросы вызывало конечно же то что нам показывают игры которые так отлично выглядят на playstation 5 базовое отсутствие дисковода отсутствие банальной подставки в комплекте все это мягко говоря ну да блин вот я не понимаю людей которые покупают только all digital потому что блин можно найти же диски по дешевке блин на сайтах барахол кофе купить и поиграть то есть не надо платить за цифру еще эти диски можно перепродать то есть выигрыш то говорит вот он деда да если ты миллиардер конечно удобно угли это потому что ты купила игру тебе насрать просто скачал ее и поиграл и ты забыл но если ты обычный человеке у моего не богатый то есть обычный средний человек игра стоит 50 долларов ему если не больше то извини меня нашел на диске поиграл продал и купи себе новые угру блин на диске еще и если ты коллекционер как я то есть можно поставить диск на полочке и все блин то есть выглядит красиво говоря не давало покоя были приятные новости о двухтерабайтном накопителе о том что игры с ps4 будут автоматически улучшаться хотя бы как-то размерах и шуме приставки оба из которых не увеличились и вот она приехала я воочию начал сравнивать за что собственно откуда у тебя поставка говоря происходит переплата у новой консоли давайте быстро базовых характеристиках консоли у базы и пассажин 5 у нас было 10 2 таро флопса у новой стала 16 7 в теории графическое ядро примерно на 60 процентов мощнее но это на самом деле далеко не так рейт рейс стал в два-три раза быстрее новая технология масштабирования psr которая заменяет у нас psr которая должна приблизиться к аналогу десктопного dlss а непонятно почему не поддерживающийся на базовой консоли playstation но это ладно конечно же 2 терабайт на ssd это действительно приятный момент потому как ssd в playstation 5 и базовые в про версию установлю достаточно быстрый тот самый о котором марк цернином распинался на презентации playstation 5 добрых 15 минут то чем многие не говорят дополнительные два гигабайта оперативный слэш видео памяти более медленные стоит отметить чем была в playstation 5 но а смысл если здесь и уже есть 16 ddr6 чуть не уже не хватает 16 причем ddr6 а за счет того что система теперь перенесена на вот эту как раз таки медленную память под игры у нас видеопамяти стала на 2 гигабайта больше в итоге комплект у нас как я уже сказал ранее конечно же не входит ни дисковод это по сути playstation 5 digital pro не подставка это все подробно вы можете посмотреть наши распаковки playstation 5 и сами игры в которые я начал играть подключил зачем ее поставить можно продать отдельно вот здесь эта хрень стоп за стоит 30 баксов если не больше playstation настроил перекинул данные с базовый playstation 5 на playstation 5 pro это делается слава богу достаточно удобно в системе playstation данные можно перекидывать как по эзернету так и по вайфай если он у вас достаточно быстрый у меня например 420 гигабайт данных передалось примерно за два часа что считаю вполне себе неплохим результатом и вот все перенесено настроено и я начинаю запускать игры включая сначала стеллер blade потом спайдер мэна потом еще несколько проектов включая например у него сетап конечно неплохой время мы ну почти как у меня просто у него отдельный более большой стол компьютер под столом у меня на столе компьютер и экраны более крутые у него а вот лампа у меня тоже есть такая просто она слишком большая чтобы здесь его поставить так у меня просто в обратную сторону свить я продал у меня теперь для свечи light но тоже так сидел рядом с телевизором это же xbox series x у меня сидит рядом с телевизором ну почти как мне рай за фронт кресла круче потому что есть розовый цвет имел определенные проблемы на базовой playstation 5 это скажем так далеко не самый оптимизированный проект с мягко говоря посредственной графикой и сначала я вообще не понимал что происходит я включал игры без сравнения с базовой playstation 5 вот просто включил прошку и начал запускать на ней игрушки разницу просто не видно без сравнения то есть ты играешь ты не понимаешь что ты играешь что ты купил новую приставку которая дороже которая на 4 поэтому она и нахрен не нужно я не понимаю почему sony вдруг выпустили ее потому что создавать железо если честно более затратно чем продавать просто игры то есть зачем мучиться со за может быть просто прошку можно дешевле сделать чем обычную версию потому что они со временем улучшает чипы и прочая херня я не улучшили до такого степени чипы и удешевили что типа подумали блин а если продать ее типа как про выиграть больше бабок сверху за то что типа она про вполне возможно перегода технологичные четыре года позже вышла чем базовая модель ты играешь как будто бы вообще ничего не поменялось spider-man все также выборы настроек между разрешен честно я не понимаю как люди играть спайдер вообще не тянет не знаю и не мы производительностью только теперь настройки называются качество профи и производительность профи где ты все так же выбираешь между 30 и 60 fps вспоминаем аналог марка церни где он говорил о том какой сложный выбор делают игроки между качеством и производительностью между 60 и 30 кадрами в секунду так вот этот выбор с вами остается только теперь он стоит в два раза дороже смотришь на этого паука и абсолютно не понимаешь что блин поменялось это между прочим игра у которой из плашечка ps5 про энчанты не забывайте что еще далеко не каждая игра которая из на playstation 5 получает апдейт наверно там стиху выглядит лучше тысяч 5 про то есть если игра такого апдейта не получила то у вас вообще никакого апдейта не будет за исключением проектов которых разлочено разрешение динамическое и разлочен fps в этих проектах иногда вы можете получить более стабильное разрешение которое не будет опускаться в сложных сценах или более стабильный высокий фреймрейт но поверьте никаких откровений с этим вы тоже здесь не увидите fps если увеличится тут дай бог на 10-15 процентов запускаю стелар blade красивенную девочку посмотреть на прошке в резкой картинке захожу на стройку вижу натурально настройки из пк режим производительность баланс качество про про макс настройки вирара разблокировка частоты кадров заблокировка частоты кадров это уже просто даже выглядеть смешно одно дело когда у тебя консоли есть просто выбор между качеством и производительностью это еще окей можно понять и принять но 6 настроек графики плюс еще раз блокировка частоты кадров телевизора на поддерживающихся телевизору это и правда странно почему просто автоматически сама приставка не выбирает самый лучший костер еще рах это просто какое-то издевательство запускаю режим плюс приставки в том что не надо геморроица с настройками и прочей херни я просто поставил диски или скачал игру и все это играешь в этом и весь плюс приставок вот раз игра у меня пройденная и абсолютно никакой разницы тоже не вижу у сталар blade это вроде бы одна из тех игр которые неплохо тебя проявляет на playstation 5 pro наряду с final fantasy 7 реберс которая в каждой бочке затычка и у меня ощущение как будто это вообще единственная игра которая действительно неплохо из 5 30 fps про всех стив и пэс и меч володи и чё не сказал бы что охренеть какая картиночка сделано на playstation 5 pro и выглядит ощутимо лучше чем на базовой консоли но это все потому что эта игра на базовой консоли выглядела просто да а чё за мылою мы это реально просто жесть здесь просто fps делили поменьше и типа подняли немножко качество это 2к или сколько до невозможности мыльные те игры которые нормально выглядели на playstation 5 или прекрасно выглядели на playstation 5 таких на самом деле очень много разница с ps5 про без сравнительных скриншотов отыскать просто не получается за то что я сразу увидел solar blade на playstation 5 pro в режиме про макс это нестабильную частоту кадров это бросилось мне в глаза я подключаю карту захвата у меня там благо появилась функция которая позволяет отслеживать fps в игре на консоли эко тех тебе не похуй то есть если ты с глазом это не замечаешь что вообще насрать то есть падать и падает и херст ними мою я вообще не замечаю между 30 и 60 кадров то есть разницу вообще не замечает так что теперь я лично не предель предвидет ли вы как говорится технологии и бамс частота кадров проваливается местами ниже 50 fps в режиме про все нормально про макс я так понимаю дает максимально возможную частоту кадров но фпс тогда становится ниже 60 опять так просто свободным глазом заметил вот эту хрень вряд ли просто вы смотрите на эти цифры так отключи его нахрен вообще этот счетчик то вообще ничего не заметишь и мы эту разницу блин в графе нифига не видно поэтому на playstation 5 про рекомендую играть в ларбейт в режиме про там хотя бы стабильные 60 fps и райзов ронина одна из самых недооцененных игр как будто ты замечаешь стабильные 60 fps я считаю я компьютер мне у меня глаза фоткает блин каждой песене нахру чё ебану ты серьезно ребята я вас не понимаю те кто плачет что вот не 60 fps ты видишь эту разницу я не представляю я лично не вижу ее честно я вам говорю я июле я не понимаю людей которые вот не 60 пока ключи счетчик дебилы не смотри и будет у тебя и 60 и хочешь по фпс как я считаю этого года которая да выглядит плохо за это я в принципе по большей части из-за хейтели но играется достаточно прикольно и весело так вот как выглядела хреново на базовой playstation 5 так и выглядит хреново на playstation 5 pro опять-таки без сравнения разницы абсолютно никакой нету но давайте чтобы это было хоть как-то объективным честным поделаем вот эти самые скриншоты с двадцатикратным зумом посмотрим как игры выглядели на playstation 5 и playstation 5 pro лоб в лоб начнем со стола рублей до его на если честно не не замечаю никакой разницы тоже самая херня и station 5 pro должна была стать еще более качественные красивые конечно же многократный зум чтобы хоть какую-то разницу было видно и игра в динамики интересно если бы сверху не было плашек которые сам поставил вы бы вообще различили где playstation 5 pro а где я вообще разницы не вижу только костюмы разные и station 5 базовая особенно в динамике на playstation 5 базовая игра запущена в режиме производительные 60 кадров в секунду на station 5 pro режим про рачат и клан крифта парт красивым тоже никакой разницы на мультяшная игра эксклюзив sony playstation теперь уже доступные на пока и вообще мне кажется что картинка справа более резкая может быть это так и вправду здесь как-то замылено то есть на площадке 5 pro выглядит хуже чем на пристали же 5 смотрите здесь все замылено даже тени слишком затемнено так действует psr на playstation 5 pro картинка слева это точно плыть смотрите здесь лучше вина чем здесь здесь слишком затемно и замыль на как будто в тумане блин ночью за бред station 5 про я даже перепроверил и она как будто бы менее четкая но более сглаженная в динамике кому нахрен нужно вот это сглажение как будто мыло и моего смотри это же мыло детали здесь замылены вот даже не видно вот здесь видно хотя бы что-то на здесь вообще ничего не видно ё-моё ну это конечно жесть микки в принципе один хрен разницы не видно ретчат бежит плюс-минус одинаково к сожалению идентичный геймплей на сто процентов записать немножечко проблематично бенчмарков тут нету приходилось повторять действия с предыдущей консоли но думаю плюс-минус получилось спайдермене аналогичная фигня давайте заценим что-то я не вижу разница если честно не верно картинка справа как будто бы более резкая такая рибая немножко здесь просто цвета не такие затемненные как здесь и здесь даже прыжки вот типа идет немножко замыливание ну это возможно типа что скоростью падает и прочее даже колит глаз слева она наоборот более мягкая сглаженная и не знаю кому что больше нравится мне нравится больше вот эта часть выглядит не так затемнена а тут здесь что-то реально цвета затем не сказал бы что тут прям победа за ps5 просто процентная horizon forbidden west одна из самых красивых игр playstation 5 и ту же самую ботву я наблюдаю картинка слева как будто бы просто так раньше в том что типа здесь замыливается здесь не более мягкая более сглаженная еда соглашусь вариант слева мне нравится намного больше но я знаю вообще не соглашусь людей которые любят выкручивать резкость например на компьютерах через отдельные настройки и картинка справа как раз таки более резкая безумие мне нравится вот справа лучше выглядит и цвета лучше выглядит здесь все замылено видно края объектов и да на большом телевизоре на большой диагонали эти края объектов как раз таки вам будет больше видно и картинка слева на большом экране будет намного более приятной но опять же друзья это та разница которую приходится именно что искать с кропом и и не видно сразу даже поставить два экрана рядышком и bloodborne покупать playstation 5 обычный функция авто улучшение игр времен playstation 4 которая не под 10 выглядит немножко получила здесь нет не так зам вот уже на 5 ps5 уже забыли на на про не замыли на уже выгляди получше уже на про от на почему не работает на playstation 5 но тут все наоборот слева картинка более резкая справа чуть чуть более мыльная как будто бы действительно искусственно повышена острота изображения выглядит чуть чуть получше но главная проблема bloodborne было далеко не в графике в 30 fps которые блин никуда абсолютно даже с этими улучшениями на пластик я не понимаю чем прикол ну играешь 30 вопрос где разница я не вижу разница пишем 5 про не деваются делая такое сравнение до отличия в графике найти можно они минимальные но они есть это факт но они настолько незначительные что их заметить не поставив два телевизора рядом не запустив на одной playstation 5 игру на другой playstation 5 про игру при этом подойдя к телевизору вплотную потому что если вы сделаете два шага назад вы не увидите нахрен разницы даже поставить сами два экрана рядом вот в таком режиме если вы в игры на консолях играете тогда наверное разницу с playstation 5 базовые вы более-менее как-то на прошке заметите и то кстати говоря не всегда и не везде напоминаю playstation 5 про стоит на 400 евро дороже чем на старте стоила playstation 5 digital есть индивидуумы которые постоянно говорят о том что playstation 5 про всего лишь 700 долларов стоит на 200 долларов дороже playstation 5 но в принципе нормальная прибавка стоимости к производительности которая она дарит такие заявления вы можете услышать либо от полных идиотов фанатов sony либо от проплаченных блогеров западных которые понятно ангажированием чемоданы несут но когда я вижу такие комментарии от людей и в пабликах на русскоязычных пабликах телеграме на dtf или в том же контакте меня просто трясти начинает какие нахер 700 долларов где вы увидите цену 700 долларов это нарисованная цена и и не будет нигде она будет в америке где к этой цене будет внимание приплюсован налог и может быть какие-то полтора землекопа даже которые говорят по-русски в некоторых штатах смогут ее за 700 примерно 10-15 долларов купить только вот в наших реалиях в реалиях европы тем более беларусь и украина россии эта цена 800 евро минимума в странах снг как я уже сказал эта цена будет выше 800 евро потому что еще перекупы потому что еще завоз официальной консоль не поставляется и когда я вижу вот эти комменты цене в 700 долларов у меня волосы дыбом становится это не настоящая цена для нас ее не будет минимальная наша цена это 800 евро скорее всего около 850 900 это во-первых во вторых эти уникумы почему-то всегда сравнивают playstation 5 обычную с playstation 5 про не playstation 5 digital они сравнивают цену я имею ввиду а базовую playstation 5 это еще что за херня они приводят в пример стоимость базовой playstation 5 500 долларов и приводят пример то о чем мы говорили ранее playstation 5 про который дисковода нету за 700 долларов не не сравнивать тут надо если уже мы такие сравнения ведем playstation 5 digital у которой тоже нету дисковода она на старте стоила 400 евро playstation 5 просто 800 евро разница в два раза разница в играх дай бог 10-15 процентов наценка в 400 евро вот и думайте насколько это правильное и грамотное вложение апдейт далеко не во всех играх там где он есть надо с лупой за лупой играть где эти изменения вообще можно и получится разглядеть игры с playstation 4 просто накручивают немножечко резкости непонятно почему такой функции нету на базовой playstation 5 когда практически каждая видеокарта nvidia как минимум может это делать через стройный софт еще меня буквально вчера добила новость о том что без трендинг на xbox series x идет лучше чем на playstation 5 про у иксбокса напоминают 12 терафлопс если мы говорим о видеочипе у иксбокса дальность прорисовки выше это вообще нормально как такое может sony допускать есть вариант как она может это допускать и просто наплевать она выпускает продукт гои купят обычные люди просто пойдут покупать playstation 5 и не будут париться и может быть на это направлена маркетинговая компания playstation 5 про то что люди посмотрят что есть такая пустышка 5 про она стоит в два раза дороже чем playstation 5 графика вроде бы чуть-чуть лучше но хрен заметишь на самом деле и просто на этом контрасте будут думать что покупка пустышка 5 это теперь очень выгодное предложение базовое будут ее больше брать может быть так это придумали окей тогда наверное это нормальный ход но мне покоя не дает ситуация которая была в 2016 году когда выходила playstation 4 про она была в два с половиной раза мощнее чем базовая пустышки 4 в два с половиной карл не в полтора как station 5 про в лучшем случае в полтора она была с дисководом блины главное она стоила 400 евро столько же сколько стоило базовая ps4 на старте вот это был про апгрейд вот это технологии за три года шагнули вперед а сейчас за четыре года мы получаем консоль которая в два раза дороже и дай бог в полтора раза производительней хотя по факту процентов на 15-20 в итоге в играх четче картинку выдает это я еще не вспоминаю xbox one x вот это был блин про апгрейд по-настоящему консоль которая стала в шесть раз мощнее базовой вот это я понимаю прирост производительности даже дисковод не забрали есть еще такой интересненькая минорной обновлений c как вайфай 7 который достал быстрее конечно иметь более современный модуль вайфай модуль в консоли это хорошо по сравнению с предыдущей но у меня то ли отбраковка то ли во многих playstation 5 про так происходит но не у тебя просто роутер наверное вайфай 5 то есть если хочешь использовать вайфай 7 тебе нужен роутер который будет передавать эту скорость то есть не имеет значения какая херня сидит твоей приставки если твой роутер не тоже и скорости я как минимум уже нашел несколько трэдов где эта тема конкретно про playstation 5 про обсуждается у меня почему-то по вайфаю именно когда я скачиваю игры спс на вылазит вот такая вот ошибка консоль примерно 5-10 минут скачивает игру потом выскакивает ошибка и я не могу с этим ничего сделать пока консоль не перезагружу полностью я перезагружаю опять продолжаю скачивание игры опять 5-10 минут скачивается опять ошибка как я уже сказал я подобные трэды в сети на бак какой-то пошел надеюсь это какой-то софтверный бак который первым обновлением пофиксится они хардверным не хотелось бы мне эту консоль еще нести менять этим геморроем заниматься я слава богу проживая в я смогу это более-менее спокойно сделать если вы например у перекупа купите такую консоль и попадете на бракованный модуль вайфай ну то я вам тут могу у ребята только посочувствовать потому что по гарантии вам вряд ли кто-то что-то в ней поменяет но по проводу по эзернету она работает полностью нормально так что если вам по барабану на вайфай у вас так как у меня консоль в итоге будет стоять на шнуре то этот пункт вас по факту не должен беспокоить но в любом случае к плюсам консоли это отнести достаточно тяжеловато в итоге никому не могу порекомендовать к покупке playstation 5 по если вы хотите взять новую playstation 5 у вас ее например никогда не было купите блин digital edition обычный playstation 5 за 400 эти бы уж мы пацаны они дешевле за 450 евро и на куба сейчас будет продавать свои поставки чтобы покупать про это шанс эти на оставшиеся бабки игр например или возьмите в на оставшиеся бабки не знаю nintendo switch nintendo switch light какой-нибудь квест 3s vr устройство которое вам подарит море новых эмоций консоль наверное рассчитана на людей которые бабки не считают приходят в магазин просто видят более лучшее устройство не смотрят насколько она лучше знаю что ну чуть-чуть лучше переплачивают забирают им по барабану ну такие люди в принципе подобные ролики и не смотрят никогда блогеры понятно такие как я купят по ноют но они в принципе контентом эту стоимость хоть как-то отобьют обычному человеку я просто не представляю зачем может быть нужна playstation 5 pro наверное кстати я сейчас подумал один вариант есть кому может понадобиться playstation 5 pro это те 105 не знаю сколько вас отпишите вообще есть такие в комментариях или нет процент короче людей у которых есть 8к телевизор и потому что playstation 5 pro в двух играх поддерживает 8к разрешение теперь наклейка с базовой playstation 5 не такая уж и смешная gran turismo 7 и no man's sky в 30 fps поддерживают 8к не нативная конечно же вову в 30 fps можно играть то есть это не проблема куда вы разогнались через апскейлер и 8к разрешения вот в общем то если у вас 8к телевизор в две игры вы сможете на playstation 5 pro поиграть но наверное если у вас есть 8к телевизор вам в принципе пофиг доплатить 400 евро за консоль или нет у вас этот вопрос не стоит вы просто берете лучше и все и спасибо всем за просмотр и друзья обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментарии как вам playstation 5 pro что вы о ней думаете что думаете о играх которые с ней вышли ах да sony не выпустила никаких эксклюзивов никаких игр в сопутствии со своей новой консолью вот через пару дней выходит лего horizon ну не то чтобы эта игра которой нужна супер графика и новая производительность который на самую мощная консоль болен на рынке еще раз всем спасибо друзья заглядывайте на наш влоговый канал там моя девушка снимается ки жизненный эрл контент может остановиться спонсорами этих каналов это вам абсолютно нихрена не даст просто сделайте мне приятно еще раз всем спасибо друзья всем до скорой встречи всем пока пока думайте пульс они не нужна пластейшин 5 pro ну что сказать ролик интересный информативный как я и сказал ps5 про я имею ввиду то есть нет смысла ее купить только если реально у вас лишние бабки и нечего делать а так знаю что по ходу продается отдельный дисковод то есть можно купить и присобачить так что в этом тоже нет проблемы если у него нету дисковода можно и купить этот дисковод то есть иметь полный сет но в остальном блин я не сказал бы что хорошая идея покупать и то есть получено был рынке покупать сейчас будут продаваться снимки и прочая херня то есть кто захочет перейти на про более выгодные как говорится так что всем спасибо кто посмотрел это видео ставьте лайки и дизлайки подпишитесь дня спасибо и всем пока